Ассоциация инвесторов Москвы провела 22-ю городскую конференцию по вопросам инвестиционно-строительной деятельности Банк Реконструкции. В этом году ежегодное мероприятие собрало участников из более чем 100 организаций, в том числе более 30 представителей правительства Москвы. Традиционно на этой конференции мы обсуждаем состояние инвестиционного климата в городе, выявляем моменты, которые требуют исправления или устранения, вырабатываем меры по улучшению инвестиционного климата. Вот уже третий год к этой традиционной теме прибавилась еще одна весьма-весьма значимая в настоящее время тема. Это саморегулирование. Почему? Потому что сегодня взаимодействие между исполнителями тех задач, тех планов, которые мы с вами решаем, или задумок коммерческих структур, реально влиять на них можно на 80% только через механизмы саморегулирования. Именно поэтому, по словам Бориса Фролова, для участия в конференции в этом году были приглашены руководители национальных объединений строителей, изыскателей, проектировщиков, энергосберегающих организаций. Стороны открыто говорили о проблемах и озвучивали свои ожидания. Что хочет город от бизнеса? Эта политика сформирована три года назад в программе и в задачах как комитетам, департаментам, так и тем, кто хочет участвовать в инвестиционных проектах в городе. Город хочет, чтобы в Москве строилось, что нужно городу и жителям, где нужно городу и жителям, и когда нужно городу и жителям. И на самом деле за три года, я считаю, произошли кардинальные изменения. Это изменения произошли не столько в самих целях и задачах правительства, но и в действиях инвесторов. Реально мы это чувствуем, что инвесторы медленно, не очень быстро начинают понимать, что получение сверхприбыли уже невозможно, период тот закончился, нужно решать общегородские задачи в интересах нашего города. Это происходит и могу заявить ответственность, что происходит это реально на деле. Сергей Левкин также рассказал, что в свою очередь сделало правительство Москвы, чтобы облегчить работу инвесторов и ускорить развитие строительной отрасли. Могу сказать, что главное, что произошло, нет ни в России аналогов, но и по нашим оценкам и в мире. Мы регламентировали абсолютно все процедуры предоставительной деятельности, которые предоставляет государство согласно кодекса. И мы их в течение этого полугодия перевели в электронный вид. Это самое большое достижение, что позволяет вам, уважаемые коллеги, понимать прозрачно, где, когда, в какие сроки и что нужно предоставить, чтобы получить ту или иную услугу. А их семь сегодня регламентированно и переведено в электронный вид. Мало того, не иметь общения с чиновником, если он вам не нравится по тем или иным причинам, а все подавать через электронный кабинет, зарегистрировавшийся с любой точки мира. И можно отслеживать, что происходит с вашим документом. Осваивать электронные госуслуги необходимо, считает Сергей Левкин. И важно это не только потому, что современно и удобно, но и потому, что на то есть реальные процессуальные причины. Я бы хотел, чтобы инвестиционное сообщество реально оценило и приняло правильное решение, поскольку с 1 октября все заказчики по бюджету будут проводить все эти процедуры только в электронном виде. У инвестиционного сообщества и представителей строительных компаний, в свою очередь, накопилось немало вопросов к представителям власти. Исключает ли электронный документооборот живое общение? Как рассчитывается кадастровая оценка и происходит ценообразование? Чего вообще ждать от новой кадастровой оценки? Кадастровая оценка была проведена в 2006 году и введена в 2007. И за этот период, достаточно длительный, конечно, цена поменялась. Чтобы у нас не было скачков, чтобы все понимали, и это было прогнозировано, принято решение, что мы будем делать кадастровую оценку ежегодно. Во всяком случае, пока. В том числе, это связано с тем, что у нас за этот год появляется достаточно большое количество новых участков. Что-то делится, что-то было оценено по рынку, и мы эту оценку принимаем для учета кадастровой стоимости. О планах правительства по развитию и застройке территорий Новой Москвы рассказал замруководителя департамента развития новых территорий Павел Перепелица. Чуть больше года прошло, как к Старой Москве присоединили новые территории. Эти территории по своей площади почти полтора раза больше, чем территория Старой Москвы. По населению это менее 300 тысяч человек проживают на этой территории. И понятно, что эта территория присоединилась для того, чтобы она развивалась таким образом, чтобы жителям, проживающим на территории Старой Москвы, стало жить лучше. Что на этой территории в настоящее время делать? В настоящее время завершается разработка территориальных схем Троицкого и Московского административных округов, которые будут себя включать. Это нужно будет провести функциональное зонирование территорий, должно быть определено развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, как будет располагаться, организация мест приложения труда. И должны быть разработаны градостроительные регламенты, определяющие плотность и этажность застройки. Вот это, потому что эта территория до настоящее время развивалась. На этой территории были разработаны и утверждены часть генеральных планов поселений. Кстати, эта территория включает сегодня 21 поселение, 2 городских округа и 19 поселений. По городским округам, это городский округ Троицк и Щербинка. В настоящее время, пока принятие решений по градостроительной деятельности сегодня находится в ведении администрации этих городских поселений. Там принимаются решения о выдаче разрешения на строительство и приеме объектов в эксплуатацию. По остальным территориям такой же порядок, который действует на старой территории. Планируется на этой территории на период до 1935 года построить около 50 миллионов квадратных метров жилья. Может быть, немножко меньше, больше. Это уже окончательно будет отражено в схемах. И около 50 миллионов квадратных метров промышленных площадей. То есть мы говорим с учетом коттеджа индивидуального строительства и многоэтажного строительства. Это в среднем около 800 тысяч человек и около более миллиона, миллиона двести рабочих мест. Вот это то, что планируется на новой территории. В ближайшее время на новую территорию придет метро. И уже буквально на следующий год будут открыты две станции метро в районе Румянцево и Саларьево. Сегодня активно ведется подготовка к объявлению корпуса на проектирование административно-делового центра, который будет расположен вблизи поселка Комунарка в районе Калужского шоссе. Это вот те ближайшие задачи, которые стоят в том числе и перед нами. Важным событием конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией инвесторов Москвы и Профсоюзом строителей Москвы. Как отметил глава Ассоциации инвесторов Борис Форолов, отношение к инвестиционно-строительному процессу постепенно меняется. И не только у его участников, но и организаций, опосредованно участвующих в нем. Компании понимают, все они делают одно общее дело и так или иначе преодолевают трудности на пути к одной цели.